Всех приветствую на канале Helping Animals. В лесу стояла коробка с надписью «Пристрелить». Как хорошо, когда кто-то оказывается в нужном месте и в нужное время. Совсем как пара из Техаса, которой посчастливилось спасти сразу шесть живых существ совершенно случайно. Муж с женой прогуливались в лесу, когда вдруг наткнулись на живую коробку. Из нее доносилось шебуршание, а сбоку было нацарапано «Пристрелить». Заглянув в коробку, они увидели, что там копошатся щенки. Им было едва ли больше месяца. Пара связалась со знакомой женщиной-волонтером, которая оказывала помощь брошенным животным на дому. Волонтер Карен из Далласа проделала долгий путь в Техас ради тех, кого, как она надеялась, еще можно спасти. Малыши выглядели плохо, но Карен облегченно вздохнула, ведь они живы и внешне даже не ранены. Мужчина, нашедший щенков, охотник и вполне мог последовать инструкции, подумав, что собаки заражены опасной болезнью, например, бешенством. Малыши были не опасны, просто очень истощены и кем-то искусаны. Они очень сильные малыши, раз сумели пережить тяжелые времена, решила Карен и назвала их в честь древнегреческих богов Ариес, Аполлон, Афродита, Афина, Атлант и Гера. Казалось бы, впереди у них хорошая жизнь, но все оказалось не так просто. У троих щенков обострилось. Инфекционное заболевание кокцеидоз, в результате которого Афина с Афродитой погибли. Ариес выжил, вернулся к остальным щенкам, но после болезни стал тихим и грустным. Хотя раньше был зачинщиком всяких шалостей. Это был первый случай в практике Карен, когда кто-то из животных погиб. Поэтому сделать жизнь остальных как можно лучше, стало ее целью. Мы можем с радостью сказать, что сегодня малыши здоровы и счастливы, три мальчика и одна девочка. Мальчишки крепкие и игривые, Карен рассказывает, что часто вынуждена доставать их из-под дивана, где они постоянно застревают. Они заметно подросли, но еще не могут соотнести свои изменившиеся. Размеры с окружающим пространством. Малыши работают терапевтами. У дочери Карен рассеянный склероз и слепота. Она очень подружилась с собаками, и они помогают ей бороться с болезнью. Особенная связь у ребенка возникла с малышкой Герой, которая тоже ослепла на один глаз. Она была такой слабой, что поначалу не было надежды, что она выживет. Карен хочет оставить ее в семье, а троим щенкам найти новый теплый дом. Хорошего вам нового дома, малыши. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.